доброе утро дорогие друзья сегодня 4 декабря время без 10 10 у нас очень солнечный день так красиво поблескивает и не на моей плиточки посмотрите какая красота но снега практически нет и у нас сегодня минус 11 градусов я добавила температуру в котле потому что проснулась как-то прохладненько посмотрела 18 градусов думаю так надо газу добавить добавила газу и достала свою пончо сейчас я вам его покажу сейчас я его сняла потому что неудобно готовлю суп вот это пончо я про него совсем совсем забыла я его вязала по картинке описание я так и не нашла на канале есть не по петельной но так скажем мастер-класс я показывала сам процесс объясняла как я и что делала и вот это пончо сейчас меня спасает в холодное время года как-то мне комфортно слишком добавлять газ не хочу то есть жарко тоже плохо холодно тоже плохо в общем не не угодишь сейчас я вам покажу на себе еще вот такие гетры я вязала ну не знаю под это пончи не под это но в общем очень хорошо сюда подходит так что и дома нужно выглядеть тоже красиво и комфортно чтобы было телу значит это пряжа медара они тоже много ну разговоров много споров кому-то она нравится кому-то не нравится мне она очень нравится эта пряжа болтись в общем по итальянской технологии производят в прибалтике вот так что попробуйте рекомендую она конечно хороша в смесовке здесь я не знаю с чем я ее мешала но тут какой-то может быть махер ну в общем не знаю друзья но тоже какая-то идет смесовочка мне кажется какая-то махеровая ниточка здесь присутствует вчера был вопрос лена вы не ошиблись в весе у меня я имею ввиду по вот этому вот этой пряжи из которой я вижу трансформер туман пришлось закрыть вот эти вот шторы но невозможно тогда вообще ничего не видно не могу вам показать я имею ввиду вот эту свою текущую работу этот процесс значит смотрите я сказала что у меня ушло наперед друзья наперед 150 грамм вы мне пишите у меня четыре моточка уж не хватило на размер 48 на джемпер ну так это же на джемпер а я говорю только про одну деталь переда вот здесь у меня пошло 3 моточка вот этих вот 50 граммовых и наверное 50 грамм махера вот ализео который роял вот сюда потом взвешу вот смотрите сколько я уже провязала спинки уже сейчас дошла до когда мне нужно сейчас прибавить сюда 17 петель чтобы вывязывать вот эту вот косичку уже здесь сделала вот этот плавный переход как вот здесь и когда будет готова спинка я вам конечно же взвешиваю и скажу сколько моточков пряжи у меня пошло ну вот но судя по остаткам сейчас осталось 4 мотка то есть 200 грамм было 500 грамм да но еще один моток наверное уйдет вот сюда на спинку то есть это что получается 150 грамм остается до 250 грамм у меня уйдет на спинку и перед и это жилет это без рукавов и 150 грамм как раз останется на рукава так что я все правильно сказала может быть вы не поняли не знаю но в общем на перед ушло три вот этих моточка очень нравится лицевая гладь в этом изделии красиво лежат петельки в общем из летней пряжи полухлопка при такой смесовки получила зимняя пряжа вообще я очень люблю смешивать пряжу ну а теперь давайте покажу что я сегодня готовлю словах сейчас расскажу что здесь у меня кстати помешать о этом рассказывала а я готовлю друзья тыквенный суп значит я очистила три небольших луковицы четыре зубочка чеснока сначала пережарила лук на растительном масле потом добавила чеснок почистила картошечку почистила маленькую тыковку где-то около килограмма здесь тыквы ну картошки может полкило две морковки и вот сейчас обжариваю все она уже мягкая обжаривала под закрытой крышкой все она уже мягкая можно все это дело сейчас перекладывать в кастрюльку заливать водой и пусть она немножко прокипит да здесь конечно соль все посолила по вкусу но буду пробовать я всегда пробую вот сейчас залью водой потом блендером все это дело проблемы верю да еще я поскольку дочь не очень любит овощные ну чисто овощные супы вот здесь я пережарила куриную грудку просто пережарила посолила это я под блендер не буду это потом в готовый суп добавлю в какое солнце представляете ничего не видно смотрите что у меня осталось от пирога вернее от этого крема крема но крем я делала и смазывала готовые коржи вот из светофора очень вкусно очень быстро в общем вот такой тортик на скорую руку так что готовлю дальше суп вскипятила в чайнике воду и сейчас залью чтобы ну вот так наверное хватит чтобы не совсем покрывала наши овощи картошечку тыковку лучок ну и все что там есть все сейчас огонек добавлю пусть она немножечко здесь покипит а потом блендером все это дело про блендерю опять друзья сделаю акцент я показываю так как буду делать я это чисто моя импровизация есть много рецептов канал не кулинарный поэтому я не заставляю вас так делать я просто показываю свой день чем я занимаюсь и что я делаю но а готовить такой суп или нет это уже как говорится дело хозяйское но вы такое видели мы никак не можем отлипнуть от мамочки никак не можем мы мурчим уже маруське она надоела шпулька хочет перестроиться к мамочке к сосочку маруське уже это не нравится нет шпуля вот эти мои не надо трогать это я показывала для своих друзей и очень нравится вот эти вот заглушки так все убираю они мне сегодня устроили друзья утром просыпаюсь от шума не могу понять что такое что-то происходит там в комнате с камином ну потом как-то затихло я продолжаю дальше спать ой выхожу в комнату надо было снять это на видео где они нашли этот клубочек которым я прошивала ну пряжа которым я прошивала блоки свои я имею ввиду вот вот это вот пряжа вот короче морского оттенка и это пряжа вся валялась вот здесь вот вся комната была в пряжа причем так хорошо запутана видите коврик сдвинут что вот они здесь делали этот коврик лежал вот здесь вообще я не понимаю как он под лампу то попал это еще умудриться надо и еще друзья вы знаете я немножечко так испугалась я не знаю чья это шалость помните вот здесь вот висела вот эта вот штучка вот это с новым годом висела вот здесь вот на вот такой же булавочки английской висела вот здесь эта штучка просыпаюсь утром булавочка торчит а штучка это лежит вот так на камине понимаете ну коты да может быть коты но вот посмотрите на булавку это же нужно было поднять вверх вот видите тут же вот вот это вот бусинка и просто так лапой но невозможно было сбить то есть нужно было приподнять вверх и потом зубами положить вот эту вот штучку на камин я говорю наверное домовой шалит но я думаю что у нас домовой добрый я думаю что ему нравится так как мы украсили наш дом я не думаю что он там должен на что-то злиться но вот такая история сегодня была я если честно прям прям у меня как-то похолодело в душе я убрала эту иглу и вот эту штучку поставила вот здесь от греха подальше чтобы меня не пугало в крайнем случае они могут сбросить вот вот эти вот игрушечки они тоже сбрасывают на пол но в общем я друзья немножко была напугана сегодня утром так давайте посмотрим все хорошо я подсолила еще может быть еще буду досаливать ну а здесь решила сделать сухарики для супа конечно везде рецепты я смотрела везде белый хлеб но я вот ржанопшеничный буду использовать у меня есть батончик сейчас порежу приправлю специями и пожарю на растительном масле на сковороде нашла я у себя вот такие специи здесь кунжут чеснок опять все у меня перевернуто ну как всегда это буду не я если открою неправильную упаковку вернее правильно здесь универсальная приправа можно хмели-сунели красную паприку нашла сейчас вот все смешаю в этом блюдечке и потом ну так приправлю вот эти вот сухарики смотрите какая красота получается это кунжут с паприкой а чеснок я прям вот сюда посыпала сухой чеснок посыпала вот эти сухарики но и универсальную приправу гра главное не переборщить потому что она соленая соль не буду добавлять поэтому так готова прям руками все это дело заправим наши сухарики и потом пережарим в растительном масле на сковороде можно запечь в духовке но мне хочется с корочкой я прям на сковороде пожарю друзья решила добавить прям растительное масло сюда перемешать хорошенько все это дело и потом пожарить вот сейчас за кадром хорошо все перемешаю одной рукой конечно же неудобно и потом на сковороде все это дело прожарим масло сейчас пропитает каждый кусочек там же наши специи и потом пожарим посмотрите какая красота кунжутные семечки все по прилипали к хлебушку когда они пережарятся это будет что-то неимоверное ну а пока я готовила сухарики подготавливала тем самым все сварилась все перетушилась картошечка морковка все мягкое я достала погружной блендер и сейчас все это дело за кадром про блендерю и можно сказать по сути будет суп готов но я добавлю туда еще один ингредиент это мое ноу-хау вчера привезли молочко я не знаю видно на камеру или нет здесь наверное пол литра сливок вот сейчас я соберу эти сливки и стаканчик добавлю в суп я немного подогрела сливки да даже больше все на глаз друзья кстати вот этот блендер лешенька громаднейшие те благодарю покупал в билле я не помню сколько он стоил то ли 1700 там были какие-то ну кто в москве кругу кто ходил в магазин билла очень часто там и сковородки и посуду продается по карте билла или как-то так там ну в общем купил сейчас горит лен я посмотрел этот блендер браун стоит около 12 тысяч рублей офигеть просто так ну ладно сейчас вместе со сливками еще раз про блендерю но здесь вот такая красота сковородка сухая у меня было потому что я добавила растительное масло сразу сухарики перемешала и и теперь на сильном огне друзья очень сильный прям выше среднего в общем здесь нужно не отходить вот так постоянно помешивать чтобы не подгорел наш кунжут дошел до такого золотистого цвета и по кунжуту уже можно определить что сухарики наши готовы но и еще один ингредиент сыр тильзитер магнит овский видите их аббревиатура значок магнита мне нравится их продукция также как избили были продукты била в общем сейчас половину этого кусочка я потру и добавлю сюда в суп вообще лучше плавленый сыр использовать но поскольку плавленого нет я добавлю вот такой сыр сковородка накалилась сильно нагрелась теперь я сделала огонь ну на самый минимум и еще немножко видите уже кунжут такого кремового цвета еще немножко и буду отставлять перекладывать в какую-то тару ну что высыпаю сыр что-то как-то мало сейчас еще наверное весь кусок дотру попробовала суп не хватает мне остроты сейчас добавлю вот в мельнице у меня есть перед чили но опять не переборщить ну и конечно же букет перцев любые специи короче сюда можно и базилик но я его так и не купила добавить он сюда тоже хорошо пойдет ну и сюда сейчас когда уже не нужен блендер блендерить я уже ничего не буду я высыпаю кусочки поджаренной курицы филе все перемешиваем все суп наш готов можно наливать тарелочку и добавлять наши сухарики и конечно же есть если есть и зелень у меня зелени нет такой мороз не хочу никуда идти ну что друзья последний штрих зелени у меня нет но вы же помните как я сушила зеленый лучок я немножко добавлю сухого лука и конечно же добавлю сухарики боже какая красота всем приятного аппетита ну что уже так повелось давайте я вместе с вами попробую и скажу свое резюме это это невозможно передать словами друзья чувствуется вот этот сырный вкус я теперь убеждаюсь что нужно всегда импровизировать и не только плавленый сыр идет в этот суп но и вот такой обычный вот это моя импровизация с кунжутом друзья это очень вкусно ну очень рекомендую правда главное посолить по вкусу добавить специи в все буду есть за кадром иначе кто сейчас голодный я думаю что просто проглотит язык все мои хорошие я на этом буду заканчивать сварите этот суп обязательно я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока